Меня зовут Андрей Гадык, я Гостик. Всем привет! Не знаю, честность, наверное, все-таки, хотя бы с близкими людьми, понятно, в меру возможностей. И, ну, порядочно сейчас тяжело быть порядочным, в принципе, в нашем мире, но тоже хотелось бы. Ну и какие-то, наверное, чтобы стандартный человек, который морали соблюдал, это тоже приветствуется, потому что в нашем комьюнити дотерском это не особо приветствуется. Ну, это, в принципе, человек, с которым можно пообщаться на любую тему, которая тебя поддерживает в любой ситуации, наверное, к которому можно положиться. Скажем так, у меня есть друзья в своем городе, но сейчас я мало общаюсь с ними по понятным причинам, я постоянно в разъездах нахожусь, и так, чтобы сказать, вот у меня там какой-то есть самый близкий друг, это такого нет еще на данный момент. Все тиммейты, все мои друзья. Футболистом хотел садиться. Даже на футбол ходил. Нравилось, и мне дедушка футболом увлекался. Смогел постоянные игры. Хотел, но пошел шахматный кружок. Вот так получилось. Есть люди, которых я уважаю, но которым я, между которыми хотел бы похож, или кумир, такого слова я никому не могу подобрать. Так, чтобы прям откровенно боюсь-боюсь, такого нету. Конечно, с каким-то, с какой-то опаской, конечно, я бы, наверное, стоял бы там на 3 тысяч метрах высоты, но в целом нормально к этому отношусь. Да, много на самом деле было хороших дней, скажем так. Разрешать я не буду, что там происходило. Скажем, в общем, поверьте, они были. Нейтрально, в принципе, отношусь. Есть у меня, скажем так, знакомые люди, которые близко знакомые, которые увлекаются этими вещами. Ну, если к татуировке действительно хорошая, я это, в принципе, хорошо отношусь. Дополняю человека, и хорошо выглядит. Если, конечно, человек набил себе татуировку по молодости и глупости, и она выглядит так себе, это не лучшее время для того, чтобы провести время, скажем так, в тату-салоне. Ты бы себя не любил? Ну, я как-то не особо задумался об этом. Может быть, какое-то настроение. Но я в целом, в плане каких-то кардинальных изменений в себе не особо стремлюсь к ним, скажем так. Ну, скажем так, материально такого, наверное, нет. Чтобы я прям... Вау. Вау. Которое я бы там использовал каждый день или что-то в этом роде. В целом, то есть, есть нормальные вещи какие-то. Самый, наверное, ценный подарок – это опыт при общении с людьми, с которыми мне интересно общаться. То, что я дарил, самое ценное, не знаю. Я обычно на день рождения деньги дарю. Поэтому извините. Не, ну я, конечно, людям, которые там дорогие и так далее. Ну, короче, деньги я дарю. На день рождения, если надо, приглашайте. Но будет деньги. Моральная устойчивость, уж точно. Желание совершенствоваться и умение работать в команде – это самое важное. Ну, в целом, есть много талантливых людей, которые ленивые или что-то в этом роде, которые не хотят работать над собой. Их талант просто сливается в монетра, сословно. Но, ну, в общем, превратительное соотношение, наверное, 30-20 даже процентов таланта и 80 процентов работы над собой. Как-то так. Не суперталантливый, уж точно. В каких-то моментах – да, наверное. Но в целом, больше, наверное, к работягам отношусь. Не знаю. Турниров хватает. Это уж точно. Чего не хватает? Наверное, какие-то морально устойчивые норм поведения или что-то в этом роде. Ну, то есть, как человек должен вести себя на публике, как в большом спорте это выглядит. То есть, каких-то там правил общих даже в плане поведения, в плане регламента турниров, которые общеприняты. Вот этого не хватает. Сейчас уже тяжело вспомнить дни в жизни мои, которые не на буткемпе, если честно. Но в целом, наверное, я просыпаюсь, собираю пару игр в доту, поеду, может, что-то там надо будет купить себе там из вещей или что-то в этом роде, или что-то заняться вне дома. В целом, конечно, больше всего времени просто дома нахожусь и отдыхаю, так сказать, ловлю момент, пока можно находиться в домашней, уютной атмосфере. Ну, а вечером там могу там с Раслямин куда-то пойти, погулять где-то, развеяться. Как-то так. За Counter-Strike слежу, в принципе. Раньше за Харстоном, но на мною еще следил, но потом игра перестала быть интересной. Скорее всего, тренерством хотел бы заняться. Точно, хотелось бы остаться в сфере. Точно, хотелось бы остаться в сфере, потому что представить себя в какой-то другой роли пока тяжело. Это мне нравится, это меня увлекает, и этим бы я хотел заниматься. Пока могу, скажем так. Спасибо, что болеете за нас. Конечно, обидно, что не всегда у нас получается вас порадовать, но мы будем стараться больше. Спасибо.